Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Ну что, позажигаем сегодня у нас в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна. Наконец-то наладилась погода, знаете, нет такой испепеляющей жары, но очень тепло. Поэтому, конечно же, модницы Петербурга принарядились, некоторые оголились, разделись до трусов. Сегодня будет много интересных аутфитов, вот вы уже можете наблюдать. Мы с вами находимся на улице Рубинштейна, это культовая улица для Петербурга. Здесь находится огромное количество ресторанов, кафе, на любой кошелек и на одной стороне улицы, и на другой стороне улицы. В общем, рекомендую досмотреть видео до конца, потому что действительно очень много интересных сюжетов, много интересных аутфитов будет. И, конечно же, очень важно, мне кажется, когда люди смотрят стрит-стайл из других стран, из других городов, почувствовать атмосферу города, почувствовать его ритм, его дыхание, его звуки. Конечно же, я, как всегда, замедлила съемку, ну, для того, чтобы была возможность получше рассмотреть что-то и почувствовать расслабленность выходного дня. В прошлом году я снимала очень много сюжетов на улице Рубинштейна, потому что тогда были рестораны закрыты, вот открыли террасы, и, мне кажется, весь город прибыл на Рубинштейна, на эти террасы. Было очень весело. Ну, в этом году, я бы сказала, все поспокойнее, похоже на обычный такой летний вечер Петербурга, выходного дня. Хотя, конечно же, в Петербурге улица Рубинштейна всегда полна людьми и в будние дни. Ну, вот, дорогие друзья, мы видим потрясающий образ, который нам удачно загораживают рюкзаки. Я считаю, что вот это трендовый, один из самых трендовых аутфитов этого видео, а именно, я бы назвала его такой гламурный рок. То есть, вот такая роскошная белая блуза с открытым верхом и грубый низ, можно сказать, да, вот такие вот ботинки грубые. Блузка такая фламенко, можно сказать, дерзкая. Что-то напоминает мне группу Manoskin, гламурный рок. Мне кажется, это новый тренд. Очень здорово, мне понравился этот аутфит. Как видите, очень много будет сегодня кроп-топов. Вот сейчас мы наблюдаем. Ну, такая стройная, красивая девушка, брюки-клёш, чёрно-белые, чёрный кроп-топ. Шикарный образ, напишите, как вам. А вот и сумочка, Луи Виттон подъехала, коробочка, чемоданчик. Голые ноги и сапоги, это нормально в Петербурге. А вот классика жанра, скандинавская наша мода, красивая пара, все в чёрном. Модники по-скандинавски, ну и по-питерски. Очень интересный образ. Посмотрите, как джинсы сшиты, как бы с запахом таким, да. Здорово смотрится. Шёлковая блуза, украшения. Вот сумочки как интересно носят. Все кафе, конечно же, заполнены. Много красивых девушек, без парней. Ну, что же делать. Страна у нас такая женская. Обратите внимание на этих модниц, насколько по-разному они одеты. Очень по-разному. И вот сейчас сделаю акцент на обувь. И вы посмотрите, действительно, все тренды представлены. И лодочки телесного цвета на высокой шпильке. И грубые ботинки, и белые кроссовки там видны. Цепи, большие цепи. Вот видите, все в тренде. И вот, внимание, платье Моримека. Я, кстати, такое даже покупала. Это какая-то прошла сезонная коллекция. Но я его потом сдала всё-таки. Ну, вот, интересно было видеть на улице. Снимаю противоположную сторону. Модницы вдалеке. Но всё равно захотелось их запечатлеть. Байкеры понаехали. Вот байкеры сидят в своей компании. Девушки бродят одиноко. Нет бы объединиться. Зелёные волосы. Ну, вы уже давно, кто смотрит мой канал, стритстайлы, заметили, что в Петербурге, конечно, очень многие красят волосы в цвета. Всевозможные. И зелёные, и розовые, и фиолетовые. Каких только не встретишь. В основном, конечно, этим увлекается молодёжь. Но можно встретить и женщин постарше, и женщин элегантного возраста. Как вы относитесь, кстати, к этой моде. Я вообще люблю всё, так сказать, новое, неординарное. Но, если честно, мне цветные волосы не нравятся. Никакого цвета. Ни зелёного, ни синего, ни жёлтого, ни красного, ни розового. Прекрасная улица Робинштейна в солнечном вечернем цвете. Многие видят, что я снимаю. На расслабоне. Я люблю очень лето в Петербурге. Сейчас сезон белых ночей. То есть, даже если поздно захочешь погулять, побродить по улицам города, по набережной, по центру. Будет светить солнце. Чёрные аутфиты у нас летом встречаются регулярно. Вот вы видите. Классический пиджак у неё был. И такие рваные широкие джинсы. Ну и вот тоже парочка. Не успела я их спереди снять. Но зато вот девчонки, красотки выплывают в платьицах с голыми ножками. Всё, как мы любим. Боже, какие волосы! Какая прическа! Роскошная! И платье тоже мне понравились оба. Но особенно, конечно, синенькое. Люблю такие пышные рукава, фонарики. Ну, снова мы видим группу в полосатых купальниках. То есть, в чёрном. Розовые волосы. И вот тоже, девчонки, мы их потом ещё раз встретим. Тоже все в чёрном. Вот это чистая такая Скандинавия. Это опять Скандинавия. Это опять Скандинавия. Прям очень мне понравился этот образ. Обратите внимание, у девушки на чёрном простом платье. Сбоку вот этот лампас. Такой же, как сумка. Красивый образ. И, конечно, роскошная девушка. Хочу сказать, что вот, когда я ехала в метро на эту съёмку, почти весь вагон сидел в трусах девушки. Ну, как же это негигиенично, девчонки. Так, ну, это я не могла пропустить, да? Жёлтые ногти, татуированная рука. И вот что-то, можно же видеть, тоже такое интересное, да? То есть, многие не хотят показывать незагорелые ноги и надевают колготки. И так как колготки телесного цвета объявлены вне закона, то носят чёрные. Как вам это сочетание? Летнее платье, чёрные колготки и белые кроссовки. Кто-то скажет безвкусица, кто-то скажет тренд. Ну, это реальность. В Петербурге я достаточно много вижу такого. Ну, потому что не очень много людей с загорелыми ногами пока что и телами. Поэтому не все решаются показывать голые ножки. Но, тем не менее, их достаточно в городе, как вы можете видеть. Некоторые ходят туда-сюда и попадают ко мне в кадр дважды. Сначала проходят по одной стороне улицы, потом по другой. Ну, иначе бы они ко мне не попали в кадр, потому что я немножко меняла локацию своих съёмок, как вы понимаете. Все кафе заполнены. В Петербурге надо ловить, ловить такие моменты, такие дни. Какая у неё джинсовая куртка. Что это такое там комбинированное. И воротничок, кстати, такой, как сейчас в тренде. А что мы это видим? Нет, это не Маримека. Это такой костюмчик в пижамном стиле. О, а это опять наши добрые знакомые с жёлтыми ногтями и татуированной рукой. Потерялись девчонки. Наверное, туристки. Некоторым собачкам тоже хочется приобщиться к тусовке. Тем более, что они наверняка местные. Да, русские не улыбаются, конечно, но смеются иногда. Опять круп топ голубой. И всё-таки я не очень как-то эту моду. Не знаю, конечно, может быть, в Лос-Анджелесе это очень органично смотрится. Но в Петербурге как-то не знаю. Тем более, если не загорелое тело. Ещё одни наши знакомые девчонки, я вам говорила, что они потом будут идти по другой стороне улицы. Стюардессы. Очень мне понравилась эта компания. Каждая сидит в телефоне по-своему. В одинаковых костюмах. Ну, супер кадр. Много таких, знаете, кафе, где высокие барные столики такие, относительно недорогие кафешки. Вот видите, я сняла вам. Хотя много и крутых ресторанов. И можно теперь и внутрь заходить. Ну вот, в кадр попадает женщина элегантного возраста. Прогулочным шагом. Не знаю, местные или туристы. На улице Рубинштейна всё вперемешку. Конечно, много приезжих, но и петербуржцы тоже посещают эти рестораны. Назначают свидания, встречи. Я очень часто со своими подружками назначаю встречи именно на Рубинштейна в каком-нибудь кафе. Но сейчас вот во время пандемии это немножко затихло. Вот, хотела снять девушек на другой стороне. Классно они были одеты, но машины загородили. Поэтому продолжаем смотреть на стороне Трес Амигос. Красавица. В платьице симпатичный очень. И вот видите, это то, что я вам говорила. Что кто-то показывает свои голые ножки спокойно, а кто-то стесняется, что они не загорелые. И продолжает носить колготки. И черные. Ну вот, побуравил меня глазами. Но ничего не сказал. Мне нравятся вот такие платья. Может, это слишком скромно, но я нахожу в них свое очарование, красоту. Мне они очень нравятся. Немножко вам видов улицы Рубинштейна. Рубинштейна. Тоже вот девушка видела, как я снимала. Ничего не сказала. Вот, дорогие друзья, все наши модницы. Вот дачница с корзинками наполненными. Модница, огородница, можно сказать. Я хотела снять вот это платье здесь за гуаль. Так что все, все попадают в кадр. Даже девушки полицейские. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилась прогулка по улице Рубинштейна. Увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. Буду благодарна за репосты этого и других роликов. И мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока.